МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С информационными итогами дня в эфире новости 24. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев провел встречу с премьер-министром Республики Индия на рендер-моде в формате видеоконференции. В повестку дня нынешнего саммита были включены вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире и перспективам регионального взаимодействия. Приветствую друг друга, лидеры особо отметили, что проведение настоящего онлайн-мероприятия свидетельствует о достигнутом высоком уровне узбекско-индийских отношений стратегического партнерства, а также является возможностью сверить часы и совместно определить новые точки роста для эффективного преодоления последствий пандемии. С удовлетворением подчеркнуто, что благодаря регулярным контактам на высшем уровне и практическим шагам за последние годы достигнут прорыв в развитии многопланового взаимодействия, которое наполнилось конкретным практическим содержанием. Продолжаются активные обмены. В этом году успешно проведены совместные заседания Координационного комитета и Межправительственной комиссии, политические консультации, а также вторая встреча диалога в формате «Центральная Азия-Индия». Растут объемы взаимной торговли. Несмотря на глобальный кризис, товароборот с начала этого года увеличился на 7%. Реализуются важные проекты и программы в сфере инвестиций, инноваций, здравоохранения, образования и других приоритетных направлениях. Только за последние годы в три раза увеличилось количество совместных предприятий. В Узбекистане открыты филиалы ведущих индийских университетов, Амити в Ташкенте и Шарда в Андижане. Наши страны имеют близкие позиции, тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, в том числе институтов Организации Объединенных Наций, Шанхайской Организации Сотрудничества и других структур. Премьер-министр Нарендра Моди искренне поздравил главу нашего государства с избранием Узбекистана в Совет ООН по правам человека, что, по его словам, является международным признанием проводимых в нашей стране демократических преобразований. В ходе переговоров лидеры выступили за продолжение доверительного и системного диалога в политической сфере, включая регулярное проведение консультации и принятие среднесрочной программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Предложено активизировать взаимодействие по межпарламентской линии. В качестве ориентиров в торгово-экономической сфере поставлена задача в ближайшие годы достичь объема товарооборота в 1 миллиард долларов. Достигнута договоренность о совместной работе по формированию благоприятных условий для роста взаимной торговли, устранению технических барьеров и ограничений на этом пути. Важное внимание уделено формированию эффективных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры, возобновлению авиасообщения. Рассмотрены также вопросы продвижения перспективных инвестиционных проектов, в том числе с привлечением передовых технологий, технического содействия и льготного финансирования ведущих индийских организаций. В качестве приоритетных направлений обозначены сельское хозяйство, инновации, альтернативная энергетика, фармацептика и здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, космические исследования. Лидеры договорились расширять межрегиональные контакты на примере успешного партнерства Андижанской области и штата Гуджарад. В гуманитарной сфере стороны будут поддерживать совместные программы в области образования и подготовки кадров, кинематографии, развитие обменов между молодежными организациями, изучение национальной культуры и языка, реставрация объектов исторического наследия. Предложено создание в регионах нашей страны совместных медицинских центров с внедрением традиционной индийской системы аюрведа и телемедицины. Индийская сторона будет поддерживать деятельность Национальной Федерации Йоги в Узбекистане. В ходе саммита обсуждены также актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности. Подчеркнута важность продолжения тесной координации и обмена информацией. Выражена взаимная поддержка международным усилиям по скорейшему мирному урегулированию в Афганистане. В завершении встречи президент Шавкат Мерзиёев вновь подтвердил приглашение премьер-министру на рендере-моде посетить Узбекистан с официальным визитом в следующем году. Лидеры выразили глубокое удовлетворение итогами онлайн-переговоров, прошедших в традиционно открытой, конструктивной и доверительной атмосфере, а также продемонстрировавших огромный потенциал двухстороннего сотрудничества. По итогам саммита стороны приняли совместное заявление о близкой дружбе и крепком партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Индия. Кроме того, в рамках встречи подписан целый ряд двусторонних документов в области экономики, инновации, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований. В последние годы двусторонние отношения между нашими странами и народами проявляют особый характер, и это прежде всего обусловлено сложившимися личными, доверительными отношениями между премьер-министром Индии и президентом Республики Узбекистан Шавкат Мирамановичем Мерзяевым. Мы много раз были свидетелем того, что руководитель Индии, господин Моди, питает особое уважение к руководителю Узбекистана, к его подходам, к его видению. И чувствуется, что у него есть особая тяга к Узбекистану. Не случайно, вот, состоялся такой необычный сегодня формат встречи, очередной саммит руководителя этого государства. И он оказался очень продуктивным. Достаточно сказать, что в преддверии, в ходе вот этого онлайн-саммита было подписано 10 двусторонних документов, охватывающих все сферы взаимодействия. Надо сказать, что Индия сегодня приобретает особую роль в современном мире. Это, безусловно, глобальная держава, обладающая очень огромной, дифференцированной, быстрорастущей экономикой. И, конечно же, для Узбекистана имеет очень важное значение тесное сотрудничество с этой страной. Важным фактором двухсторонних отношений и особого характера, которого он приобретает в последние годы, является то, что в обеих странах происходят трансформационные процессы схожего порядка. Конечно же, были обсуждены актуальные вопросы региональной ситуации. Вы знаете, что именно по инициативе президента Республики Узбекистан был несколько лет назад сформирован новый формат диалога Индия плюс Центральная Азия, кстати, включающий Афганистан. И эта платформа сегодня работает, она служит основой не только для обсуждения региональных вопросов, но и для реализации крупных проектов регионального масштаба, что очень важно. В целом, по вопросам современной международной жизни, подходы наших стран идентичны. Не случайно Узбекистан всегда поддерживал и поддерживает, и это было отмечено и сегодня в ходе саммита, членство Индии как постоянного члена в Совете безопасности и Организации объединенных на нации. По мнению лидера нашей страны, это нужно не столько Индии, а прежде всего самой ООН, поскольку не имеет такой глобальной державы, как Индия в Совете безопасности, сегодня трудно представить себе возрастание влияния Совета безопасности на решение проблем современного мира. Основу этого были заложены визиты руководителя нашей страны по приглашению премьер-министра Нарендра Моди в 2018 и 2019 годах в Индию, в том числе и участие в качестве высокого гостя в пользующейся мировой известностью саммите «Динамичный Гуджарат». И доверительные отношения между лидерами двух стран послужили основой тому, что во время этих двух визитов было подписано около 70 инвестиционных соглашений на общую сумму около 2 миллиардов долларов США, которые реализуются по настоящее время. Нужно отметить, что за последние два года мы вместе с индийской стороной обменялись около 50 различного уровня делегациями бизнес-кругов, и особое место в нем занимает визит главного министра штата Гуджарат. Это самый динамично развитый штат Индии с населением 70 миллионов в лице главного министра Виджая Рупани и около 60 бизнесменов различных отраслей, которые посетили города Андижан, Бухара, Самарканд и город Ташкент. И также во время этого визита были подписаны около 80 соглашений по деловым контактам и реализации совместных проектов. И нужно отметить, что одной из эффективных площадок, а именно в Самарканде в 2019 году по инициативе министров иностранных дел Центральной Азии и Индии, была предложена платформа создания делового совета Индия-Центральная Азия. И даже в условиях пандемии в этом году было проведено два его заседания. Одно оффлайн в феврале в Нью-Дели, второе по инициативе индийской стороны онлайн. И учитывая, что Узбекистан для Индии является одним из самых важных партнеров в Центрально-Азиатском регионе, то в 2021 году председательство в этом формате делового совета Индия-Центральная Азия было передано Узбекистану. И я надеюсь, что в 2021 году мы будем принимать как наших индийских представителей делового сообщества и торгово-промышленных палат, так и наших партнеров из Центральной Азии и организовывать крупные бизнес-проекты на территории Узбекистана, Ташкенте и в других городах. Интерес индийских бизнесменов на сегодняшний день около 300 компаний с индийским капиталом, из них 175 со 100% индийским капиталом, большинство из которых созданы за последние три года, осуществляют свою деятельность в Республике Узбекистан. И мы выражаем уверенность, что для бизнес-сообщества сегодняшний саммит стал очень большой основой для развития наших двусторонних торговых отношений в 2021 и дальнейшие годы. В ходе визита президента в Индию в 2019 году в составе делегации были и предприниматели из Андижанской области. В октябре прошлого года нашу область посетила делегация бизнесменов Индии, которую возглавил руководитель штата Гуджарат Виджай Рапани. По итогам между Андижаном и штатом Гуджарат был подписан меморандум о сотрудничестве. Было подписано более 20 соглашений, 5 проектов уже запущено, 6 готовятся к реализации. Несмотря на пандемию, ведется активная работа по открытию филиалов двух крупных университетов Индии в Андижанской области. Эти учебные заведения будут готовить специалистов в сфере медицины, фармацевтики. Напомним, что в Андижане создана свободная фармацевтическая зона площадью в 50 гектаров. Совместно с инвесторами из Индии здесь реализуется 9 проектов. Кроме того, в целях укрепления сотрудничества в сфере образования в Андижане открыт филиал Индийского университета Шарда. На сегодняшний день здесь обучаются около 400 студентов. К 2022 году их количество достигнет 1200. В ближайшие 6-7 месяцев в Андижане совместно с врачами из Индии откроется кардиологический центр. Уверен, что в результате онлайн-саммита количество совместных проектов, реализуемых в Андижанской области, значительно возрастет. Наши страны большие партнеры, и сегодня выстраивается новая динамика двусторонних связей. Об этом свидетельствуют дружеские, теплые отношения лидеров двух стран. Обсужденные в ходе саммита на высшем уровне вопросы этому пример. Каждая деталь повестки рассматривалась продуктивно, эффективно. Можно с уверенностью сказать, что в нашем стратегическом партнерстве началась новая эра. Не осталось без внимания ни одно направление перспективного взаимодействия. Например, были рассмотрены вопросы, касающиеся образования, гуманитарной сферы, культурных связей, информационных технологий, обороны, безопасности, а также региональные проблемы. Сегодня Индия, партнер Узбекистана, на пути прогресса. Премьер-министр Индии подчеркнул, что готов оказать любую помощь. Это можно увидеть на примере кредитной линии, по которой будет выделено 448 миллионов долларов на недавно утвержденную программу развития. Также индийская сторона выделит средства на получение грантов в социальной сфере. Кроме того, в ходе саммита стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, главным вопросом которого стал Афганистан. Было отмечено, что мы готовы сотрудничать в области прав человека, особенно прав женщины в Афганистане. Президент Шавкат Мерзиёев пригласил нашего премьер-министра посетить Узбекистан после смягчения ситуации с пандемией, что, несомненно, послужит дальнейшему расширению сфер взаимодействия. Хочу отметить, что данный виртуальный саммит стал всесторонне продуктивным. Главы двух государств Узбекистана и Индии обсудили дальнейшее развитие дружественных связей и стратегического сотрудничества, укрепление политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных отношений. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам. Намечены приоритетные задачи на перспективу. Также были обсуждены вопросы увеличения объема торговли, развития транспортных связей, укрепления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, фармацевтики и других отраслях. Обсуждены проекты и программы, направленные на активизацию развития культурно-гуманитарного обмена. Было уделено особое внимание преодолению последствий пандемии коронавируса. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в мире и в Центральной Азии, современные угрозы и вызовы. В завершении встречи был принят совместный протокол. Подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе документы касательно сотрудничества в сферах экономики и инноваций, финансовой и технической поддержки, таможни, технического регулирования торговли, стандартизации цифровых технологий, журналистики и правозащиты. Планируется совместная подготовка кадров и повышение их квалификации, проведение научных исследований в области солнечной энергетики. Был поднят вопрос о сотрудничестве сферы развития фармацевтики. На сегодняшний день в Узбекистане функционирует очень много индийских компаний. Зарегистрировано более двух тысяч наименований лекарств, произведенных в Индии. Кроме этого, в Узбекистане функционируют около четырех совместных предприятий с нашими индийскими партнерами. Один пример могу привести – это в Бекеватском районе производство онкологических препаратов. Данный проект является одним из единственных проектов Центральной Азии по производству онкологических продукций. И данный продукт на сегодняшний день уже доступен для населения нашей страны. В целом, в ближайшее время мы планируем реализовать инвекционные проекты с индийской стороны на общую сумму 90 миллионов долларов. Учитывая тот факт, что Индия является одним из лидеров фармопромышленности в мире, двухсторонних отношений именно по развитию фармацевтики между Узбекистаном и Индией имеет очень ключевую роль. Благодаря тем проектам, которые мы на сегодняшний день реализуем с индийскими нашими партнерами, даст возможность обеспечить население Республики Узбекистан качественными и дешевыми лекарственными средствами. Узбекистан приветствует сотрудничество с Индией в двухстороннем формате в рамках международных усилий по противодействию глобальному вызову пандемии. Мы заинтересованы в скорейшем запуске многопрофильной клиники и международного онкологического центра в городе Самарканде, а также центра кардиохирургии в городе Ташкенте, что позволит применить современные инновационные подходы медицинских решений. Мы считаем перспективным сотрудничество в области народной медицины, в том числе по применению на практике традиционной системы индийской аюровидии и методов, изложенных в канонах медицины великого ученого и бензиней. Предлагаем создать в Харизмской области центр аюровидической медицины при участии наших профильных ведомств. Мы готовы расширять сотрудничество по созданию современных клиник в регионах Узбекистана при участии индийских компаний. Заинтересованы в подготовке медицинских кадров и налаживании научных обменов. Считаем необходимым активизировать наши усилия, нацелены на ускорение ранее достигнутых договоренностей и в частности по созданию медицинского института и многопрофильной клиники с участием университета Шарда. Наш университет был создан по инициативе нашего президента, когда он посетил Республику Индии в 2018 году. И уже в 2019 году мы начали свою деятельность как университет Амити в городе Ташкенте. Уверен, что сегодняшний диалог на высшем уровне будет способствовать развитию сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере образования. И университет Амити в городе Ташкенте имеет очень большие планы на будущее. И думаю, что данный диалог будет нам помогать в этом направлении и развитии сотрудничества. Интерес вызывает медицинское образование узбекских университетов у индийской молодежи. На сегодняшний день у нас в Бухарском медицинском институте, в ургенском филиале Ташкентской медицинской академии обучаются десятки индийских студентов. Кроме того, Бухарский медицинский институт открыл свой филиал в Индии. И вот с этого года они начинают деятельность, начинают набор студентов. Филиал на базе университета Нойда. Плодотворно развивающиеся связи между университетами Индии и университетами Узбекистана служат не только развитию образовательных программ, совершенствованию образовательных программ, но и активируют процессы научно-технического сотрудничества. Это дает возможность прохождения научных стажеров, повышения квалификации в различных отраслях между университетами. И сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. В мероприятии, прошедшем под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, также участвовали почетный председатель совета, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым Джамар Такаев, исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Талант Мамытов и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Кроме того, во встречу участвовали президент Республики Молдова Игорь Дадон в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а также приглашенный президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. В соответствии с повесткой дня саммита рассмотрен вопрос предоставления Республики Узбекистан статуса-наблюдателя при ЕАЭС, а также обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках этого объединения. В своем выступлении президент Шавкат Мирзиев, выразив искреннюю признательность за поддержку заявки Узбекистана на получение статуса-наблюдателя, особо отметил растущий международный авторитет организации и широкую географию ее практического сотрудничества с зарубежными странами. Подчеркнуто, что в контексте проводимого важного этапа масштабных социально-экономических реформ Узбекистан является приверженным последовательному наращиванию и укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия со всеми международными партнерами, в том числе развитию диалога с Евразийским экономическим союзом. Это обусловлено следующими ключевыми факторами. Страны ЕАЭС являются прежде всего основными естественными торговыми партнерами Узбекистана. За последние годы товарооборот нашей страны с государствами объединения вырос в два раза. Экономики наших стран во многом дополняют друг друга, о чем свидетельствует налаженная эффективная кооперация и более тысячи новых совместных предприятий в разных отраслях экономики. Транспортные коммуникации и инфраструктура Узбекистана и стран ЕАЭС глубоко интегрированы и тесно взаимосвязаны. Кроме того, сегодня взаимовыгодные отношения в рамках обширного евразийского региона характеризуются высокой мобильностью трудовых ресурсов. Глава нашего государства призвал в полном объеме использовать огромный потенциал экономик наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки. Отмечена заинтересованность в углублении промышленной кооперации, а также формирование устойчивых цепочек создания добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов. Отдельное внимание обращено на важность выработки согласованных подходов в сфере транспорта и транзита, что позволит еще активнее задействовать транспортные коридоры, повысить их конкурентоспособность и существенно увеличить загрузку. Подчеркнуто важное значение тесного сотрудничества в области трудовой миграции, которое будет способствовать решению многих актуальных вопросов занятости населения и обеспечению возрастающих потребностей экономик наших стран в квалифицированных специалистов. Все вышеотмеченные факторы послужили одобрению Олимаджлицам Республики Узбекистан о сотрудничестве нашей страны с Евразийским экономическим союзом в статусе государства-наблюдателя. Как было отмечено, это позволит выйти на качественно новый этап практического и многопланового взаимодействия, глубже и лучше понимать важные процессы, происходящие в рамках объединения. В завершении своего выступления глава нашего государства особо подчеркнул, что развитие такого партнерства должно отвечать национальным интересам наших стран, основываться на принципах равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, лидеры государств-членов ЕАЭС приняли единогласное решение о предоставлении Республики Узбекистан статуса-наблюдателя при организации. Сегодня во внешнеполитической жизни Узбекистана произошло важное событие. Президент Узбекистана принял участие на саммите Евразийского экономического союза. Президент отметил, что страны Евразийского экономического союза являются основными естественными торгово-экономическими партнерами Узбекистана. Действительно, год за годом возрастает уровень торговли, укрепляются транспортно-коммуникационные связи, наращивается инвестиционное сотрудничество. Участников этого межгосударственного союза объединяет общий интерес – повышение уровня жизни своих граждан. Необходимо отметить, что после обращения президента в январе этого года к парламенту страны мы проделали огромную работу в вопросе сотрудничества Узбекистана с Евразией. На основании комплексного изучения и глубокого анализа мнений ученых, местных и зарубежных экспертов, а также населения страны, парламент принял решение о сотрудничестве с Евразией в статусе государства-наблюдателя. Как справедливо подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мерзиоев, позволит нашей стране выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия. Более глубоко и лучше понимать те стремительные процессы, которые происходят в рамках этого объединения. В целом, участие Узбекистана в качестве наблюдателя послужит выработке предложений и рекомендаций по дальнейшему экономическому прогрессу нашей страны. Укреплению торгово-экономического сотрудничества со странами-участниками Евразес. Совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере внешнеэкономического сотрудничества. Обмену положительным опытом социально-экономического развития стран-участниц. Наш президент отметил, что это все будет осуществляться с учетом национальных интересов Узбекистана, основываться на принципах равноправия и взаимной выгоды. Развитие сотрудничества нашей страны с Евразийским экономическим союзом представляет особый характер. Страны Евразийского экономического союза являются нашими естественными и основными торговыми партнерами. Взаимный товарооборот за последние годы вырос почти вдвое. Экономика наших стран взаимодополняет во многих сферах. И в этой связи хотелось бы отметить, что за последние годы кооперационные связи с крупными нашими предприятиями развиваются очень успешно. У нас есть крупные проекты в сферах металлургии, машиностроения, сельское хозяйство, энергетики, текстильной промышленности, продовольственной промышленности и ряда других секторах. Развитие транспортных коммуникаций и инфраструктуры, как известно, они тоже имеют глубоко интегрированный характер и взаимосвязанность. Очень необходимо наращивать использование имеющихся торговых связей с использованием транспортных коридоров для обеспечения роста взаимных поставок грузов. В своем выступлении президент Узбекистана сегодня особо подчеркнул, что Узбекистан открыт и заинтересован в сотрудничестве со всеми зарубежными партнерами на основе принципов равноправия, на основе принципов взаимного учета интересов. Я думаю, это главное условие, на основе которого Узбекистан будет и далее развивать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Активизация сотрудничества с ЕАЭС является абсолютно объективным, стратегически востребованным шагом. Все страны ЕАЭС – это ближайшие соседи Узбекистана, это стратегические партнеры Узбекистана. Более того, это наши ближайшие торгово-экономические партнеры. На долю стран ЕАЭС приходится 30% всего внешнеторгового оборота Узбекистана. В период с 2016 по 2019 год наш товарооборот с этими странами вырос на 60%. Более 75% сельхозпродукции экспортируются именно в эти страны. Еще один немаловажный аспект – наши экспортные потоки с точки зрения транспортных коридоров проходят через территорию стран ЕАЭС. Возникает вопрос, почему выгодно для Узбекистана сегодня получить статус наблюдателя в рамках ЕАЭС. Прежде всего, потому что этот статус дает Узбекистану возможность участвовать практически во всех мероприятиях Евразийского экономического союза, как на уровне глав государств, так и на уровне экспертов, на уровне бизнес-сообщества. Мы получаем возможность ознакомиться с теми правилами, которые функционируют на этом рынке. Этот статус, не налагая на нас обязательств, предоставляет уникальные возможности для того, чтобы повысить конкурентоспособность наших товаропроизводителей, дать им возможность расширить географию своего экспорта и быть активно представлены на этом большом евразийском экономическом пространстве. Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Это для нас дает возможность более детально изучить все нормы и требования технического регулирования, все требования, предъявляемые к товарообороту. И это даст возможность оценить все положительные стороны, а также оценить возможные риски и подготовиться к этим рискам, подготовить наших производителей. Во-первых, это повышение качества производимых работ, товаров, услуг. Валовый внутренний продукт Евразийского экономического союза превышает 2 трлн долларов. Это, если посмотреть на мировом уровне, это занимает 8 место в мире данный показатель. Это опять же говорит о том, что это большой потенциал, большой рынок для наших производителей, для наших экспортеров. Имели возможность реализовать на большом пространстве свой товар. Статус наблюдателя нам предоставляет возможность изучить детально по каждому товару, детально по каждому направлению, какие требования есть, и, соответственно, подготовиться. Если посмотреть в сфере технического регулирования, то нормы и принципы, заложенные в Евразийском экономическом союзе, они схожи с требованиями европейских стран, Европейским союзом. Также оно отвечает требованиям Международной торговой организации, ВТО. Как сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан, сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства искренне поздравил президента Азербайджана с окончанием военных действий в Нагорном Карабахе, пожелав мира и процветания дружественному народу братской страны. Стороны выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа. В ходе беседы обсуждены современные состояния и перспективы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений. С глубоким удовлетворением отмечена взаимная поддержка, оказанная в непростой период пандемии, что еще раз продемонстрировало многовековую дружбу и стратегический характер сотрудничества двух государств. Лидеры отдельно остановились на важности активного продвижения совместных программ и проектов, направленных на наращивание объема взаимной торговли, расширение кооперации ведущих предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, в области энергетики, транспорта и логистики, туризма и других секторах. Подтверждена готовность продолжить интенсивные межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены. В завершении разговора президенты Узбекистана и Азербайджана условились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне. Также по сообщению пресс-службы и главы государства сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мерзьюева и президента Туркменистана Гурбанголы Берду Мухамедова. В начале беседы глава нашего государства сердечно поздравил лидера Туркменистана и братский туркменский народ с 25-летием нейтралитета страны, искренне пожелав мира, благополучия, прогресса и процветания. В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Президенты выразили глубокое удовлетворение достигнутым высоким уровнем и современной динамикой развития узбекско-туркменских отношений многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Определены приоритеты взаимодействия на перспективу в таких ключевых сферах, как торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и транзит, межрегиональные связи и гуманитарные программы. Достигнута договоренность о налаживании новых форм практического сотрудничества и создании совместной структуры в целях проведения исследований в области борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Особо отмечена важная роль эффективной деятельности совместной межправительственной комиссии и активного межведомственного диалога в обеспечении безусловной реализации договоренностей на высшем уровне. Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в мире, договорились продолжить традиционно тесные контакты и взаимную поддержку в рамках институтов Организации Объединенных Наций и других международных структур. Президенты особо остановились на перспективах регионального взаимодействия, а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту СНГ. Беседа прошла в традиционно теплой и дружественной атмосфере. Руководитель страны подписал постановление о мерах по дальнейшему ускорению организации внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Реализация закрепленных в документе задач позволит выстроить новую систему стимулов к внедрению современных технологий, расширить их применение и по итогу экономить солидный объем ресурсов. По мере роста населения мира растет и потребность в природных ресурсах, прежде всего в воде. Специалисты рекомендуют переход на водосберегающие технологии, ведь именно в них кроется рациональность. Минимальный расход с максимальной отдачей. Вот статистика по миру. Израиль на 100% перешел на водосберегающие технологии. Это самый высокий показатель. В остальном разбивка такая. Соединенные Штаты 38,2%. Египет 36%, Казахстан 14%, Турция 12%, Китай 11%. У нас в Узбекистане всего 7%, то есть ими охвачено 284 тысячи гектаров земли. В том числе капельное орошение установлено на 114 тысячах гектаров. Дождевальное на 3 тысячах. Дискретное на 4 тысячах гектарах. И орошение гибкими шлангами на 163 тысячах гектаров. Однако этому мало. Требуется резкое повышение эффективности водопользования. Комплекс задач и ответственности в этом направлении закреплен вышедшим за подписью руководителя страны постановлений о мерах по дальнейшему ускорению организации внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Согласно постановлению, в 5 раз будет увеличена норма капельного и дождевого орошения в сельском хозяйстве. Также запланировано внедрение дискретного орошения с помощью лазерного оборудования. Работы охватят площадь в 230 тысяч гектаров. Данное решение является историческим. В 2021 году планируется увеличить объем внедрения водосберегающих технологий в 5 раз по сравнению с 2020 годом. На поддержку сельхозпроизводителей планируется выделить полтора триллиона сумм в субсидии. Это возлагает на нас огромную ответственность. Мы сделаем все возможное, чтобы полностью выполнить задачи, поставленные в данном постановлении. С целью развития водного хозяйства мы приложим все усилия с применением научно обоснованных инновационных решений в орошении. Мы считаем, что правительство Узбекистана принимает правильные решения в отношении управления водными ресурсами в сельском хозяйстве. И полностью поддерживаем эти усилия. Наши исследования в Центральной Азии доказывают преимущество этих мер. Мы рады, что смогли внести свой вклад в эти усилия. Данные действия помогут решить не только будущее, но и текущие проблемы, такие как водно-энергетический кризис, продуктивность воды и многие другие. Данная инициатива является отличным ответом на надвигающийся климатический кризис и нехватку воды. Во многих странах имеется большой опыт применения водосберегающих технологий. В связи с этим очень интересно увидеть, что правительство Узбекистана намерено извлечь пользу из этого опыта и привлечь частный сектор для внедрения и продвижения водосберегающей технологии. До конца 2021 года будет обеспечено внедрение по республике. Капельное орошение на 160 тысячах гектаров площади выращивания хлопчатника, 30 тысячах гектаров плодовых культур, 15 тысячах гектаров виноградника и 5 тысячах других культур. Дождевальное орошение на 14 тысячах гектарах площади выращивания зерновых, 2 тысячах гектаров овощных и бахчевых культур, 2 тысячах гектаров кормовых. Дискретная технология полива будут внедрены на 600 гектарах хлопковых полей, выровняют с помощью лазерного оборудования 200 тысяч гектаров, в том числе 43 тысячи гектаров рисовых полей. Раньше, если бы посев располагался на 30 гектарах, то оросительные каналы занимали 2,5 гектара. После внедрения капельного орошения у нас появится дополнительная земля. Кроме того, для орошения мы нанимаем одного человека вместо пяти. Также есть возможность сократить сроки полива с 7 до 3 дней. И еще на орошение в год будет затрачиваться электроэнергии лишь на 3 миллиона сумм. Сервисные и дилерские центры по водосберегающим технологиям будут созданы во всех регионах страны. Речь о частных или функционирующих на основе государственно-частного партнерства. Будут созданы и малые предприятия, мастерские и цеха в целях утилизации однолетних капельных шлангов, использовавшихся ранее. А также для своевременного возврата зарубежных отечественных кредитных средств, привлеченных в сферу. Водосберегающие технологии прежде всего будут внедряться на территориях, обеспеченных объектами инфраструктуры. Государство помогает фермерам путем предоставления субсидий. У меня есть земли, на которых еще не внедрено капельное орошение. И мы намерены добиться высоких урожаев за счет применения системы капельного орошения на 80 гектарах земель в 2021 году. Капельное орошение внедрили почти на 19 гектарах. Собрали 55 центнеров хлопка с гектара. Затраты на внедрение этой технологии, а это 8 миллионов сумм на гектар, покрывались за счет государственной субсидии. Кроме того, для этих целей нам были выделены льготные кредиты на 5 лет. И мы освобождены от уплаты земельного налога на такой же срок. В следующем году хочу внедрить капельное орошение еще на 20 гектарах. До сих пор размер субсидий, выделяемых на внедрение водосберегающих технологий, определялся исходя из бунитетного балла земли, на который внедряется система. Данная процедура отменяется в связи с тем, что эффективность низкая. Новая вступит в силу с 2021 года. Согласно ей, размер субсидий будет определяться в зависимости от качества водосберегающей системы. Рассмотрены субсидии сельскохозяйственным производителем для покрытия части процентной ставки банковских кредитов по приобретению и строительству водосберегающих технологий. 30% стоимости закупаемых планировочных агрегатов с лазерным оборудованием предлагается возвратить посредством госбюджета. В свою очередь, земли с внедрением водосберегающих технологий не подлежат оптимизации не менее 5 лет. В случае госзаказа на данные земли происходит полный возврат средств, потраченные землевладельцем. Кроме того, фермерским хозяйством, кластерам и кооперациям предлагается открыть кредиты не более чем на 200 миллионов долларов. С внедрением технологии капельного орошения на гектар будет выделено 8 миллионов сумм на хлопок, полтора миллиона сумм на овощи и картофель, 1 миллион 300 тысяч сумм на дыне, 6 миллионов на фруктовые деревья и 8 миллионов сумм на виноград. Если дополнительно внедряется система качества, то субсидии будут предоставлены в размере до 11 миллионов сумм. Также есть свои критерии под комплексные ирригационные системы, спринклеры, дискретные ирригационные системы и лазерное выравнивание полей. Свои коэффициенты используются и для определения уровня качества водосберегающих систем. Подробные критерии разбивки закреплены в приложениях к постановлению. Теперь о перспективах. По оценкам экспертов, в условиях Узбекистана на выровненных с помощью лазерного оборудования землях можно будет сэкономить поливную воду на 20-25%, удобрение на 15%, а урожайность в свою очередь повысится не менее чем на 10%. Из-за отсутствия специалистов по водосберегающим технологиям в регионах, в настоящее время к этой работе привлекаются иностранные эксперты. Вопрос к кадрам также продуман в документе. С 2021-2022 учебного года внедряется система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере в профессиональных образовательных учреждениях подведомственных Министерств водного хозяйства. К разработке методики обучения привлекут израильских специалистов. Мне известно, что в последние годы в Узбекистане в целях эффективного использования водных ресурсов уделяется особое внимание внедрению водоизберегающих технологий. При этом также со стороны государства водопотребителям предоставляется широкий спектр льгот, в частности, выделяемые субсидии на широкое внедрение водоизберегающих технологий и орошений. В то же время также разрабатываются и проводятся различные учебные курсы в целях обеспечения данной отрасли высококвалифицированными местными кадрами, которые будут внедрять эффективно и использовать передовые водоизберегающие технологии. Я очень признателен Республике Узбекистан за то, что меня пригласили в качестве международного эксперта для разработки учебника по водоизберегающим технологиям. С удовольствием поделюсь всем моим опытом и всеми моими знаниями с людьми, которые будут работать в сельском хозяйстве. В результате обеспечения выполнения поставленных в постановлении задач внедрение водоизберегающих технологий на полях Республики достигнет 12%, то есть на уровне с Турцией. В итоге за вегетационный период будет сэкономлено до 1 миллиарда кубометров воды. Она пойдет на орошение дополнительно 160 тысяч гектаров второстепенных культур. Будет сэкономлено до 112 тысяч тонн минеральных удобрений, а это ни много ни мало 260 миллиардов сумм. Также на 80 тысяч тонн сократится расход горюче-смазочных материалов, что равняется 440 миллиардам сумм. Затраты на рабочую силу и механизацию сократятся в среднем на 30%, при том, что средняя урожайность составит 45-60 сантиметров с гектара. Это дополнительно 320 тысяч тонн хлопка и 30 тысяч тонн зерна. Потребление электроэнергии снизится до 540 миллионов киловатт-час. Если продолжать сравнивать, это экономия в 292 миллиарда сумм. Параллельно будет создан рынок производства и внедрения водоизберегающих технологий на сумму около 5 триллионов сумм. И наладится межотраслевое взаимодействие. Состоялось очередное заседание Кингаша Сената Улимашлиса Республики Узбекистан. В ходе него принято постановление о созыве 10-го пленарного заседания Сената Улимашлиса Республики Узбекистан. Обсуждены и другие вопросы, входящие в повестку дня. Участники заседания обсудили результаты изучения обеспечения населения субъектов предпринимательства электроэнергии природным изжиженным газом и углем, проведенного Верхней Палатой Парламента. Как отмечалось, в этом процессе выявлен ряд проблем. В части несоблюдение требований поставки электроэнергии, обеспечение законных прав и интересов потребителей при ограничении ее потребления. В частности, из-за перебоев, произошедших без предупреждения, свыше 1350 оптовым потребителям нанесен материальный ущерб в размере 1 миллиарда 620 миллионов сумм. Имеются недостатки в обеспечении выполнения определенных законов задач по модернизации и реконструкции электроэнергетической инфраструктуры. Сохраняется тенденция роста потребительской задолженности. Озвучили проблемы, касающиеся поставок потребителям природного изжиженного газа. Как отмечалось, несмотря на то, что населению выделяется природный газ больше, чем прогнозируется, во время сезона происходит постоянный перебой в его подаче. Важный аспект – необоснованное начисление платежей. Известны случаи, когда дополнительные услуги по поставке изжиженного газа населению на деле не оказываются, а оплачиваются за счет потребителей. Также имеют место проблемы в бесперебойном снабжении населения и социальных объектов угольной продукции. На заседании определены такие задачи, как разработка и внедрение электронной программы для контроля процесса распределения и поставки изжиженного газа потребителям. Усиление контроля за устранением правонарушений при поставках населению и субъектам предпринимательства, электроэнергии, природного изжиженного газа и уголя. По рассмотренному вопросу принято соответствующее постановление Кенгеша. Еще одно постановление касалось созыва 10-го пленарного заседания Сената Али Мажлиса 18 декабря 2020 года. Оно пройдет в формате видеоконференц-связи. Повестка дня включает закон о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан, пакет законов, предусматривающих поправки в Кодексы об административной ответственности и об административном судопроизводстве в связи с совершенствованием процессуального порядка пересмотра судебных решений по делам об административных правонарушениях, а также в уголовно-процессуальный, экономический процессуальный и гражданский процессуальный кодексы в связи с совершенствованием Института пересмотра судебных решений, в том числе по уголовным делам. Ряд законов касается главного финансового документа страны на предстоящий год, а также внесения изменений в законодательные акты в связи с совершенствованием бюджетного процесса. Сенаторам предстоит рассмотреть и другие законы, а также обсудить исполнение государственного бюджета за 9 месяцев текущего года. Заслушать информацию министра юстиции о состоянии нормотворческой деятельности и правоприменительной практики госорганов и организаций. Отчет Хакима на Манганской области развития территории. В фокусе внимания будут и мероприятия по комплексному социально-экономическому развитию Республики Кыргалпакстан в 2020-2023 годах. На заседании также принято постановление об утверждении типовых документов, касающихся деятельности местных кингяш и народных депутатов. Отменяется Институт надзорного производства судебной деятельности. В страховую внедряется новшество. Будет оказана поддержка неплатежеспособным предприятиям и субъектам предпринимательства. Эти вопросы обсуждены в ходе очередного заседания Законодательной палаты Улимажлиса. За полемикой парламентариев, развернувшейся вокруг соответствующих законопроектов, следили и наши камеры. Во втором чтении был представлен пакет законопроектов, направленных на расширение доступа граждан к правосудию, укрепление к нему доверия, а также имплементацию международных норм в национальное законодательство. Документы разработаны в целях реализации соответствующих указов главы государства. В перспективе поправки претерпят кодексы об административной ответственности и об административном судопроизводстве, а также уголовно-процессуальные, экономические, процессуальные и гражданские процессуальные кодексы. С 1 января 2021 года предусмотрено образование судов общей юрисдикции в Республике Каракулпакстан областей города Ташкента на базе областных и приравненных к ним судов по гражданским, уголовным делам и экономических, с сохранением строгой специализации судей и созданием отдельных судебных коллегий по видам судопроизводства. В числе других новелл – отмена института надзорного производства, а также исключение участия прокурора по его собственной инициативе в рассмотрении в судах гражданских и экономических дел, возбужденных по инициативе других лиц, кроме случаев, предусмотренных законом. После постатейного обсуждения законопроект был принят. Первое чтение прошло проект закона о страховой деятельности. В сферу последовательно внедряются международные стандарты. Представленный документ направлен на защиту прав и законных интересов потребителей страховых услуг. Важно, что в нем точно определены права и обязанности профессиональных участников страхового рынка. В фокусе внимания депутатов находились и вопросы поддержки экономически неплатежеспособных предприятий и субъектов предпринимательства. Как показывает практика, действующее законодательство, а также процедуры по выводу и тех, и других из финансового кризиса, восстановление и оздоровление их деятельности недостаточно эффективны. На решение проблем в сфере направлен законопроект о неплатежеспособности, представленный в первом чтении. Он разработан на основе закона о банкротстве. Если в существующем законе основное внимание уделено на банкротство, а в новом неплатежеспособности основное внимание уделено на выздоровление, на санацию предприятий и субъектов предпринимательства. Чтобы наши предприниматели, наши субъекты предпринимательства смогли получить помощь от государства или получить кредиты финансовых институтов или банков, они должны думать не о банкротстве, не о ликвидации своих предприятий, они должны думать о санации и оздоровлении своих предприятий. Вводятся новые нормы, которые указывают, когда физическое лицо станет неплатежеспособным. После обсуждения депутаты концептуально одобрили данный проект закона, подчеркнув, что он послужит повышению рейтинга республики в годовом отчете Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, введении бизнеса, а также привлечению иностранных инвесторов. К другим темам. Народные приемные продолжают рассмотрение обращений, в том числе в ходе открытых диалогов с выездом на места. Расставляются точки над и вкопившихся годами насущных вопросах граждан. Здесь и улучшение условий жизни, и решение проблем бизнеса, и инфраструктурные акценты, и поддержка инициатив. С примерами из Джизака Шухрат Шакиров. В Джизакской области народными приемными регулярно организовываются общественные приемы в разрезе четырех секторов. И каждый открытый диалог является еще одним важным практическим шагом в создании достойных условий жизни на местах, оказании необходимой помощи тем, кто в ней остро нуждается, решением многих социальных вопросов. Несколько примеров решения проблем на местах на основе обращений граждан. Благодаря вниманию вопросу повышения уровня обеспеченности сферы образования информационными технологиями в общеобразовательную школу в отдаленном гешлаке Гульзор Мирзачудского района, в которой занимаются 285 учеников, доставили 16 современных компьютеров, что послужит улучшению качества обучения. Таким образом, при содействии ответственных лиц в народной приемной только в Мирзачудском районе обеспечены современной компьютерной техникой шесть школ. Положительно решена основная часть из поступивших 109 вопросов, связанных с деятельностью образовательных и учреждений культуры. После коллективного обращения граждан в хешлаке Пахтазор Гульзор Мирзачудского района сдадут в эксплуатацию дошкольную образовательную организацию на 120 мест. Столько же малышей принимает и построенный в отдаленном селении Йом Заминского района детский садик. Все это, несомненно, создает дополнительные возможности для гармоничного развития детей. Налажена эффективная работа по адресному обеспечению предоставляемых льгот на основе обращений граждан в системе здравоохранения. Только в этом году 14 человек получили льготные направления для проведения необходимых операций. Они также выданы еще 2622 соотечественникам для лечения и амбулаторных процедур в республиканских клиниках. Кроме этого, проведен капитальный и текущий ремонт 12 сельских врачебных пунктов, расположенных в самых отдаленных местностях, таких как Хешлаки-Кудукча и Якуары-Сармич, Заминского и Янгиабадского районов. Путем выявления и глубокого анализа острых вопросов принимаются комплексные меры по их решению. Что же касается подачи питьевой воды, только в этом году в Арнасайском районе построили почти 33-километровую водопроводную сеть. Тем самым уровень обеспеченности данным ресурсом на этой территории достиг 96%. Надо отметить, что основная часть поступивших в народную приемную в Арнасай были 20 обращений по этому поводу решены положительно. Или же другой пример, отражающий решение 40-летней проблемы, которая поднималась в многочисленных обращениях во время общественных приемов в центре Пахтакурского района. Дело в том, что на протяжении долгого времени вытекающие канализационные истоки доставляли массу хлопот местному населению, становясь очагом распространения инфекции. При содействии Федерации профсоюзов в семи канализационных пунктах за счет направленных 3,5 миллиардов сумм установили и ввели в строй современные энергоемкие насосы «Флайт». На состоявшемся недавно в Зафарабадском районе общественном приеме Хакима области всесторонне рассмотрены более 70 обращений граждан. На основе обращений жителей Махалинского схода граждан Саманхан обновили трансформатор. В тот же день решены 20 подобных проблем. По некоторым даны правовые разъяснения, требующие дополнительного изучения, взятые под особый контроль. Открытые диалоги, в том числе посредством подворового обхода, продолжаются и в других местностях региона. Продолжаем программу. 24 ноября на видеоселекторном освещении руководитель страны поставил перед Хакимами областей, районов и городов задачу обратиться к народу, отчитаться о проделанной работе в разрезе социально-экономического развития регионов, а также представить план по приоритетным направлениям на 2021 год. Так вот, реализации поручения и посвящены проходящей в эти дни сессии кингаши народных депутатов. В этот раз в фокусе наших камер Сурхандарья, Самарканд и Сардарья. Свои предложения и мнения в ходе ознакомления с проектами представили первый заместитель Хакима области, а также сенаторы и руководители секторов. Согласно представленной информации, в ходе презентации поэтапная реализация реформ позволит увеличить занятость и улучшить социальные условия. Эти сведения были озвучены на 22-й сессии термесского городского кингаши народных депутатов. Далее были подведены итоги социально-экономического развития в нынешнем году, планы на 2021 год и намечаемая работа по улучшению социально-экономической ситуации в городе. Доля объёма производимой промышленной продукции в области составляет 21,4%. Она стоит на первом месте в регионе. В 2019 году этот показатель составлял 18,38%, что означало второе место в области. В будущем году за счёт реализации 7 новых проектов стоимостью 48 миллиардов сумм, объём промышленной продукции составит 1,295,000,000,000. Рост показателей увеличится до 109,2%. Это запланировано согласно проведённым подсчётам. В докладе также привели данные касательно обеспечения чистой питьевой водой населения, газа и электроснабжения, улучшения жилищных условий, трудоустройства, а также обозначенные задачи в сфере медицины. Далее состоялась пресс-конференция для представителей масс-медиа. По итогам мероприятия деятельность Хакима Гора Термес была подвергнута критической оценке, в частности, в работе, связанной с женщинами и молодёжью. Мы не смогли полностью трудоустроить свыше 2000 молодых людей. В ходе подворового обхода касательно женской тетради стало известно, что 2100 женщин сейчас находятся без работы. 7000 изъявили желание осуществлять свою трудовую деятельность. Это, конечно, мой недостаток. Надо сказать, что подобные встречи, свободные от ограничения, будут способствовать увеличению участия людей в государственном управлении и обеспечению прозрачности реформ. Это и есть одна из основных целей внутренней и внешней политики нашей страны. На заседании 17-й сессии Самаркандского районного кенгеша народных депутатов Хаким района проинформировал депутатов об итогах основной работы, проделанной в этом году, и приоритетах на 2021-й. Было отмечено, что Самаркандский район был признан «зеленой зоной» в 2019-м по рейтинговым показателям социально-экономического развития. И в течение года здесь были проведены комплексные реформы в этих направлениях. «Мы отдельно рассчитали итоги первого полугодия. Для выполнения годового плана важны квартальные подсчеты. В первой половине следующего года запланировано вырастить сельскохозяйственные продукции на 658,8 миллиардов сумм. На сессии говорилось, что есть широкие возможности для предпринимательства, но земельные ресурсы ограничены. Поэтому, учитывая этот факт, нужно искать уникальные проекты в этой сфере». «Мы выделили 90 соток на проходящие через наш район международные автомагистральные дороги М37 обществу с ограниченной ответственностью Микс Роял Пелес на контуре 176. Привлечено средств около 11 миллиардов суммов. Запланирован запуск до конца 2021 года». После заседания состоялась пресс-конференция, на которой журналисты получили ответы на вопросы. Ну а очередная сессия Самарканского районного кингяша народных депутатов завершила свою работу. Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу. Сегодня этот принцип стал главным в деятельности государственных органов всех уровней. На 16-й сессии 6-го созыва гулистанского городского кингяша народных депутатов рассказали об итогах этого года и планах на 2021-й. На сегодняшний день в Гулистане имеется около 600 промышленных предприятий, из которых 30 являются отраслевыми, а 570 – региональными. В городе по всем направлениям инвестиционной программы за счет разработки 12 проектов освоено 13,8 миллионов долларов. Ожидается выполнение установленного плана на 460%. Из этих средств 13,6 миллионов долларов составляет 98% доли основного капитала. В конце декабря будет реализовано два проекта стоимостью 1,6 миллиардов сумм. Будет трудоустроено еще 52 человека. В этом году было запланировано осуществить 33 проекта, а реализовано 43. За счет них в бюджет поступят средства в размере 577 миллионов сумм. В ходе сессии озвучена информация по малым промышленным зонам и высокотехнологичным производствам, выпуску в регионе новых видов товаров, увеличению объемов импортозамещающей продукции, внедрению энергосберегающих технологий и развитию малого бизнеса, семейного предпринимательства, ремесленничества, а также опроводимой моноцентрами работе по развитию надомного труда. Вместе с тем предоставлены сведения об обучении населения востребованным профессиям. В городе в результате создания благоприятного бизнес-климата по состоянию на 1 декабря текущего года начали свою работу 605 субъектов предпринимательства. Из них осуществляет деятельность 94%. Также Хаким Горда в своем обращении дал информацию о приватизации предприятий с государственной долей. Он также предоставил данные о внедрении цифровых технологий и увеличении экспортного потенциала. Далее для представителей СМИ организовали пресс-конференцию, в ходе которой не только ознакомили с реализацией программ социально-экономического развития Гулистана, но и ответили на все волнующие их вопросы. График инвестиционных программ регионов имеет конкретные перечени сроки. В помощь в воплощению благоприятный климата условия, создаваемые для привлечения экстракапитала. Вот в Юкари-Черчикском районе столичной области в 2020-м намечено было реализовать 42 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 609,5 миллионов долларов. При этом должно было быть создано 1785 новых рабочих мест о том, как реализованы планы Наргиза Шереслама. Несмотря на пандемию, за 11 месяцев текущего года было реализовано 35 проектов на сумму 591 миллиард 100 миллионов сумм, а работу приобрели 1589 местных жителей. Благодаря поддержке, оказываемой предпринимателем, недавно в практическую плоскость перешла еще одна инициатива ООО «Нео Азиагрант» – производство, специализирующееся на строительных материалах. Я подавала документы для поступления в ВУЗ, но в этом году не получилось. Чтобы не терять время, устроилась на работу. После месяца стажировки начала работать самостоятельно, получая около двух миллионов. Меня вполне устраивает. Зарплата всегда вовремя. После того, как устроилась сюда, мне стала интересна предпринимательская деятельность. Хочу попробовать себя в бизнесе. Раньше такой строй инвентарь завозился из-за рубежа. Изучив спрос и предложение на внутреннем рынке, предприниматель разработал бизнес-план по локализации данного вида продукта. Инициативу поддержал Хокемиат района. За короткий промежуток времени был получен кредит в 1 миллион 100 тысяч долларов. Из личного фонда предприниматель выделил 900 тысяч долларов. В итоге реализация проекта обошлась в 2 миллиона долларов. Уже заключены экспортные контракты. Мы производим и продаем 52 разновидности инструментов для проведения ремонта и строительства. Раньше их привозили из Китая. Я сам почти 8 лет тратил большие деньги на закупку и ожидал, пока она до нас доедет. Я решил открыть собственное производство. Сначала взял на работу 7 сотрудников. Изготавливали только розетки. Сегодня у меня работают 330 сотрудников. И значительно расширен ассортиментный ряд продукции. К тому же мы продаем ее на местном рынке в 5 раз дешевле. Ну вот, например, этот шпатель. В 2014 году в Китае стоил 1 доллар 20 центов. Я его сегодня продаю за 22 цента. Что касается экспорта, то этот показатель у нас равен 100 тысячам долларов. В планах на ближайший год увеличить сумму до 1 миллиона долларов. И трудоустроить 100 человек. Хотелось бы отметить, предпринятые за 2020 год усилия дали результат. Экспортный показатель района составил 41 миллион 123 с половиной тысячи долларов. И это несмотря на пандемию. В экспортную деятельность было вовлечено 22 предприятия. Сегодня внешнеэкономической деятельностью занимаются 48 субъектов. Новые стандарты обслуживания, акценты на оперативность, упрощение процедур, комфортное время провождения граждан во время ожидания. На этих приоритетах концентрирует внимание центры государственных услуг. Традиционно каждый новый адрес отличается от предыдущего и в плане условий, и в плане спектра сервиса. Кибрайский центр не стал исключением. Заработавшие повсеместно три года назад центры государственных услуг значительно экономят населению время, финансы в разы сужают расстояние. Ведь в основу их деятельности заложен принцип. Двигаются документы, а не граждане. В результате через одно окно на ней оказывается около 60 видов услуг. Подвергшаяся кардинальному реформированию сфера в соответствии с указом президента республики Узбекистан уже доказала свои преимущества на практике. В упрощенном механизме госуслуг для юридических и физических лиц обеспечено качество, оперативность, прозрачность и доступность. А искоренению бюрократизма и фактов коррупции способствовали автоматизированная система управления очередями и удлиненный график работы. Словом, востребованная повседневной жизнью новация расширяет территорию своего присутствия в новых современных зданиях. Сдаваемых в эксплуатацию по самым различным адресам. Один из них – Кибрайский район Ташкентской области, где проживает более 210 тысяч человек. За 10 месяцев текущего года профильный районный центр, действующий в приспособленном для этих целей помещении, оказал населению предприятиям 44 252 государственные услуги. И вот новые открывшиеся здесь здания центра, располагающие светлыми залами и информационно-коммуникационными технологиями, способны вмещать большее количество посетителей. Не снижая оперативную динамику оказываемых населению услуг. Современно, уютно. Так оценили деятельность нового центра первые его посетители. В центре одновременно работают более 140 служб. Инфокиоск, электронные очереди, 26 витрин, небольшая библиотека и детская площадка. Все это дополняет атмосферу комфорта. В здании также расположены народная приемная, районы управления юстицией и отделение банка. Услуга получателей Кибрайского района по достоинству оценили удобные условия единого центра, способного быстро реагировать на каждый запрос. Состоялось очередное заседание Республиканской межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Узбекистан, попавших в состав террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций групп. Об итогах Мадина Кадырова. Общепризнанные нормы международного права, содержащиеся в уставе ООН, включая принцип уважения прав человека, а также такие качества, присущие нашему народу, как гуманность, доброта, поддержка, четко отражены в проводимой политике нашего государства. Предоставляется возможность лицам, сбившимся с правильного пути, вступившим в различные международные экстремистские организации и сожалеющим о содеянном вернуться в общество. На прошедшем заседании в рамках исполнения указа о совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп, были рассмотрены обращения еще одной группы лиц. Всего поступило 40 обращений. 12 из них связаны с рекомендациями по освобождению от уголовной ответственности. Членами комиссии единогласно решено. Одно обращение было возвращено для дополнительного изучения. 11 рекомендаций были одобрены. По 28 обращениям дан отказ. Причины несоответствия пунктам указа, в том числе совершение тяжких преступлений, осознанное участие в запрещенных организациях, участие в финансировании их деятельности, осознанное распространение запрещенной литературы или же лицо не раскаялось содеянным. Члены республиканской межведомственной комиссии приняли заключение об освобождении от уголовной ответственности двоих молодых людей, рекомендованных к помилованию. Были учтены несколько факторов. Совершенные ими преступления не тяжелые. Им нет еще 30 лет. И главное, они встали на путь исправления. Наша основная задача оказания практической помощи этим молодым людям в трудоустройстве. Работа будет проводиться индивидуально с каждым, с тем коллективом нашей организации. Мы будем стараться и в дальнейшем проводить мероприятия по предупреждению подобных случаев. Эти молодые люди знают, что повторять не стоит. Осознают ответственность за предоставленную возможность вернуться в общество. На заседании поручено принять меры по оказанию им социальной и правовой помощи. Определены задачи комиссии членов рабочей группы на перспективу. Мы смотрели новости 24. Продолжайте следить за развитием событий вместе с нами. Всего доброго.